Отец Дмитрий, с чем связано появление надписи улица Царская и как долго будет висеть эта табличка? Эта табличка будет висеть по каяжеку. Если кто-то держит ее снять, я ее повешу назад. А потом это наша церковная собственность. Я не думаю, а кому она может помешать? Но тем не менее улица Хуторская. И почему название Царская? Расскажите, пожалуйста. Царская это ее старое название. Дело в том, что параллельно этой улице идет железная дорога, по которой из Санкт-Петербурга в Москву проезжала императорская семьярка в путевой дворец, где ночевали перед въездом в Кремль. И поэтому эта улица, как параллельно этому царскому путепроводу железнодорожному, назвали Царской. Но большевики почему-то решили, что здесь какой-то у нас хутор, хотя никогда тут никаких хуторов не было. Одну улицу назвали Первую Хуторская, а вторую улицу Вторая Хуторская. Но я думаю, одной хуторской улицы вполне достаточно. И решил в рамках моей компетенции, а именно я восстанавливаю историческую справедливость. Вот у нас храм был закрыт, изуродован, снесены были колокольня, купола, здесь была последовательная и столовая, и детская спортивная школа, и склад бумаги. Мы за свои средства, верующие москвичи, восстановили храм. И это завершающий акт восстановления исторической справедливости. Мы никаких улиц не переименовывали, не наша компетенция совсем, но мы восстановили историческую справедливость. Спасибо вам огромное. А еще подскажите, пожалуйста, действительно ли информация, что вы 20 лет пытались вернуть название? Всего, да. Я несколько раз писал, но, к сожалению, ответ был всегда отрицательный. Потому что наш храм за пределами Садового кольца, внутри Садового кольца все старые топодимы вернули, а у нас нет. И я понял, так как мне скоро минит 61 год, я хочу вообще, как-то подъезжая к своему храму, увидеть историческое название, и меня это помогило. А потом, вы знаете, еще, открою один секрет. Вот та акция, которую панк-группа организовала в Храме Христа Спасителя, меня в некотором образом даже подтолкнуло, потому что такие же вещи устраивал у нас Союз военностающих безбожников под руководством Минея Израильевича Губельмана, члена ЦК ВКПБ, который скрывался под кликухой Емельян-Ярославский. И я вижу, что возрождаются вот эти духи нашей, не очень великой, но Октябрьского переворота. Поэтому я решил, что если эти духи победят, потому что они тоже в храмах устраивают все похабные такие действия, то думаю, ну что повесить улицу с названием Царской, по-моему, это как бы наш ответ вот этим духам. Поэтому прошу вас как представители, простите, вот средства массовой информации, не дезинформироваться. Я никакую улицу не переименовывал, у меня нет таких прерогатив. Если бы у меня была прерогатива, то кто-то меня назначил представителем такой комиссии. Я бы сегодня же, еще и не обедал, до обеда издал бы указ, чтобы все вернуть в старое название всем городам, всем улицам, всех вот Урицких, Дзержинских и уж, конечно, Лениных. Я просто назвал по истории комсомольских. И правду в том числе. То, что комсомола нет, а правда осталась. По-моему, это абсурд. Мне хочется жить в России. Я не хочу жить в театре абсурда. Хотя, там, ну, какие-то... В ожидании года мне очень нравится пьеса. Вообще, так сказать, некоторые люди говорят, что у меня тоже есть элементы такого мышления, несколько абсурдного. Ну, да, жизнь заставила научиться этому. Ну, это просто такой посыл. Для меня очень приятно, что нашел отклик, так сказать, у братьев из средств массовой информации. Я думаю, что через вас услышат, и это станет народным движением. Ну, что трудно повесить вывеску. В некоторых городах было такое движение. Вешали под советским названием старое. Вот. И тем самым как-то воздействовали на это. Ну, понятно, чиновника у него всегда ответа только нет. В общем, чтобы да, это должен более высший чиновник на это обратить. Не мая, нужно как-то вести долгие переговоры. В общем, я человек очень занятый, у меня нет ни выходных. И вот, и поэтому я решил вот таким образом отметить прощенное воскресенье. То есть, диалог с властями сейчас вы не видите, да? Ну, да, я уже давно. Вот новому мэру я ничего не писал. Вот. Но при Юрии Михайловиче несколько раз обращался. Ответ. Очень вежливый, хороший, ну вот, так сказать. А чем они мотивируют? Чем у них ждет? Они мотивируют тем, что это дорогостоящая операция и так далее. Ну, вот мы сегодня прошли, пообщались с жителями этой улицы, да? Они говорят, что если улицу переименуют, то это вызовет очень много проблем. Придется поменять все документы. А вот когда переименовали милицию в полицию, были ли какие-то проблемы? Да, ну это такое глобальное, понимаете, это было неопределенно. А не глобальное. Я более того, даже вернули это по ним хотя бы до перекрестка. Какие-то проблемы. А потом, зачем переименовать документы? Все пущут, все знают. Но, когда выдают новые, чтобы уже было новое название, очень просто. Молодежь подрастает. Это все можно сделать. Россия, она битком набита умными людьми. Если мне поручат, я сделаю это сам дешевым образом. Ну и потом, у нас же вот Санкт-Петербург. Теперь, слава Богу, имя Ленина убрали, так сказать, не имя, а погоняло, как теперь выражается в наших сериалах. И ничего, и недорого, и все вместо там Петербурженко. Ну как красиво звучит. Я думаю, никто не хочет назад. Что это? Этот человек, что ли, его основал? Это он имя ему дал? Он бы тогда должен в Цюрих его преобразовать, потому что он оттуда приехал. Пусть бы туда и ехал со своих братьями. Потому что зачем называть улицы в честь организаторов и исполнителей красного террора? Вот можете объяснить? Если мы хотим воспитать патриотическое поколение, зачем это делать? Я это не понимаю. Выросло уже новое поколение. Надо это все изъять. Вот пример немцев, которых мы победили в ожесточайших битвах. Но нет же Гитлерстрассе. Нету Кармарксштадта. Что Кармаркс сделал для Германии? А для нас что? Почему напротив Большого театра стоит Кармаркс? Объясните мне, почему напротив Храма Христа Спасителя стоит Фридрих Энгельс? Потому что это частичка истории. А Гитлер не история Германии? Это негативный момент такой. А значит, Ленин и Кармаркс это позитивный момент? Возможно. Невозможно. Ну вот расскажите мне. Кармаркс и Фридрих Энгельс, они ненавидели русский народ. У них есть об этом высказывание. Я не могу сейчас точно вам привести цитату, но это не трудно у специалистов спросить. Тем не менее, они создали такое конструктивное решение, которое нашло отклик вообще в целом государстве, понимаете? Нет, извините. Это было навязано путем американо-германских денег с помощью людей, которые были специально сюда завезены. Понимаете? Это такой же проект, как вот сейчас Алексей Навальный устраивает нам тут. Понимаете? Это все те же люди, те же деньги, те же даже псевдонимы. Понимаете? Все. И когда я вижу, что происходит, то я хочу пожить в своем храме до конца моих дней на улице Царской. Я считаю, что Карл Маркс и Фридрих Энгельс и Ульянов ничего, кроме зла, нашей стране и нашему народу не принесли. Понимаете? Поэтому с ними нужно поступить, со всеми топонимами, как поступил немецкий народ с Гитлером, с Гиммлером и прочей публикой, часть из которых, к сожалению, только часть повесили после Нюрнберга. Некоторые люди считают, что в царские времена они тоже были... Некоторые люди, особенно в Прибалтике, устраивают эсэсовские шествия. Некоторых людей много. Некоторые люди в моем любимом городе, где родился Москва, отмечают день Гитлера, день рождения. Мало ли? Мало мнений. Да. Ну вот я выразил свое мнение своими возможностями, очень небольшими. Да, это мое мнение. Но помимо мнения, есть еще и истина. Понимаете? Мнения могут по-разному. Но истина, она всегда одна. И мнение бывает истинное и ложное. Вы, наверное, претендуете на истину? Ну в данном случае, пожалуйста, пусть со мной кто-нибудь будет поспорить. Хоть Геннадий Андреевич, с которым мы очень дружим, пусть я готов с ним поспорить публично. Но, к сожалению, в том формате, который устраивает ток-шоу у нас на каналах, я попытался когда-то на НТВ-шнике, но ничего не вышло. Удалось сказать один абзац и этим закончим. Извините, пожалуйста, за вопрос, но вот я хочу спросить. Много ли истины в том, что сотни пенсионерок придется обойти тысячу инстанций для того, чтобы поменять все свои банковские карточки, паспорт, пенсионные удостоверения, еще что-то? Жаль, что вы меня не услышали. Я считаю, что нужно это сделать эволюционным способом. Как только в жизнь вступает новый человек, у него уже в паспорте будет стоять новое имя. Царская улица. Или там вместо Ленинский проспект, например, проспект Столыпино. Или Александр Третьего. Или просто Калужское шоссе. Нет, это дорога на Калугу, она так всегда и была, и спокойно веков, несколько сот лет. Я не понимаю, при чем тут этот, когда не могу назвать человеком. При чем тут он, почему я должен жить на улице Крупской? Что Надежда Константиновна сделала для моего народа положительного, отрицательного, я могу подготовить доклад за неделю и по этому поводу выступить. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо, что отеляли. Всем большое. Спасибо. Спасибо.